В Самаре выставлены пейзажи Ивана Комиссарова. Участник российских и зарубежных выставок по настоящему широкое признание получил уже посмертно. Сегодня его называют одним из основоположников Самарской пейзажной школы. Более 60 полотен для экспозиции предоставила семья художника. Многие из них показывают впервые. Почти полвека эту картину Ивана Комиссарова увидели только на открытках и в каталогах. На выставке впервые. При подготовке экспозиции ее случайно нашла среди других холстов дочь художника. В 58-м году переехали в Новокурс, то есть папе дали квартиру. И вот там работа называется «Наш двор». Это как раз двор, где мы жили. То есть это время то, которое я уже реально ощущала. Творчество гения русского пейзажа тесно связано с Самарским краем. Он приехал сюда в 17 лет, в начале 60-х вступил в Союз художников. Вскоре получил звание заслуженного, а позже народного художника России. В Самаре написаны сотни произведений. Одна из самых известных работ – «Первомай». Обобщенный образ страны, исполненный радости и полноты жизни. Он как вот нашел какую-то свою общую манеру, видение, какое у него родилось вот такое радостное мира. И он вот как, понимаете, продолжает это все и в маленьком формате, и в большом. В 1970-е годы Комиссаров знакомится во время творческой поездки в Вологду с владимирскими живописцами. Основываясь на их традициях иконописи, разрабатывает способ письма маслом по особому – меловому грунту. И вот это появилось интерес у всех, потому что так никто не писал. И вот после этого он как-то вот… Все работы стали такие цветные, декоративные. Всю жизнь Комиссаров искал новые образы. Он умер, когда ему было 80. После его манеру пытались повторить многие, но только ему одному. Удавалось в этой технике писать так убедительно и так искренне. Татьяна Пудова, Олег Айдаров, Новости губернии.